Всем привет! Вы смотрите фрагмент программы Обратный отсчет от 5 июня 2023 года Сегодня понедельник Полную версию этой программы Пожалуйста смотрите на ресурсе Патреон И поскольку сейчас начало месяца Как раз самое время становиться патронами нашего канала Основной массив видео будет теперь только на Патреоне И спасибо всем, кто подписывается на нас прямо сейчас А я перехожу к главному Появились сообщения о начале контрнаступления ВСУ Советник Байдена Джейк Салливан выразил уверенность в том Что Украина добьется успеха И вернет стратегически важные территории На Запорожском направлении ВСУ продвинулись на глубину до 3 километров А расисты в это время занялись распространением дезинформации О потерях и неудачах ВСУ А реальность такова, что пока Мин Шойга Докладывает о неудачном контрнаступлении украинской армии Сами расисты начинают воевать друг с другом Глава ЧВК Вагнер Пригожин опубликовал рапорт о том Что выходу его боевиков препятствовали военнослужащие Минобороны И даже предъявил видео, на котором подполковник вооруженных сил РФ Роман Веневитин, взятый в плен вагнеровцами Подтверждает, что стрелял по упырькам из чувства личной неприязни То есть расистская войнушка уже приобретает некий хаотический характер Россияне берут в плен россиян Еще немного и матушка-анархия охватит все уровни коллектора От низовых окопов до кремлевского подзаборья Кремль и так делает вид, что ничего не происходит Ни серьезных разборок среди вояк Ни захвата части Белгородской области Ни прилетов по Рублевке Кремль сунул голову в песок Легкомысленно обнажив филейные части Никто не хочет ни на что реагировать И уж тем более за что-то отвечать Система впала в ступор и анабиоз одновременно Ядрос Константин Затулин делает жесткие заявления Суть которых сводится к констатации Если не грядущего поражения То заморозки боевых действий С фиксацией Украины как Южной Кореи А пещеры как Северной В ответ на эти речи Ядросня обсуждает возможность Лишения Затулина поста первого зампреда Комитета Госдумы И исключения из своей думской фракции То есть не включается в дискуссию По существу проблемы А затирает оратора Заглушая саму тему Кстати то же самое делает и в конец Растерявшийся главарь Который вместо вынесения адекватных оценок Происходящему разглагольствует о том Что Дед Мороз главнее Путина Все это похоже на терминальную стадию Онкозаболевания Когда больной впадает в неадекват И начинает смотреть спасительные мультфильмы Пока организм готовится к отходу в мир иной Полностью этот сюжет смотрите на ресурсе Патреон Становитесь нашими патронами прямо сейчас И смотрите далее в этой программе Кадыров заявил, что может послать в Белгородскую область Своих боевиков для борьбы с диверсантами Туда же своих наемников может отправить и Пригожин В России наступает время главарей частных армий Кто успел обзавестись своими бандами Тот и обеспечил себе шанс на выживание в будущем 4 июня прогрессивные навальнисты во всем мире Отмечали день рождения своего вождя Алексею Навальному исполнилось 47 лет В России на акции вышло полторы сотни адептов За рубежом тоже все прошло уныло и без огонька Звезда Навального меркнет При смене непротивленческой парадигмы на откровенно душегубскую Фигура Навального становится все более хомячковой А по пещерным скалам сегодня скачут совсем иные героизированные цеки Премьер Бельгии поручил спецслужбам прояснить вопрос использования Переданного Украине вооружения в атаке на территории Белгородской области Отметив, что переданное Украине оружие Может использоваться исключительно в целях обороны Петербургский экономический форум Который когда-то позиционировался как альтернатива Давосу Превращается в сходняк маргиналов На форуме впервые в его истории не будет крупнейших мировых СМИ А о будущем России будут вещать фашист Александр Дугин И спецбранкеры Лексус и Вован И на этом на сегодня все Полную версию этой программы пожалуйста смотрите на ресурсы Патреон И огромное спасибо всем, кто становится нашими патронами прямо сейчас Всех обнял, увидимся с вами в четверг Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова